Всем привет, ребята! С вами Любопыт, и да, я наконец вернулся домой из отдыха. О, две недели я провёл с родителями и братом на море в посёлке Додеркой. Ну, как посёлок. Не знаю, даже сложно его назвать посёлком, потому что там кругом сплошные отели, кафе и магазины. И всё это на берегу моря. Ну, и ещё мы там на электричке ездили в Лазаревское прогуляться там тоже. Тоже такое вот уже городишко, а не посёлок. Большой достаточно. А теперь я наконец-то вернулся. Да, и за время моего отсутствия тут много всего произошло. И по большей части, наверное, плохого. А из хорошего, наверное, то, что у нас на канале 14 тысяч подписчиков уже, то очень хорошо. И, наверное, единственное хорошее, что вообще произошло в бою, отсутствие. Теперь, что же произошло плохого? Начнём, пожалуй, с того, что на видео в Львумба ритм стали комментарии писать. Мол, типа, Львумба это и так ритм. Зачем делать ритм на ритм? Это ритм из ритм и так далее. Я даже тогда делал отдельное видео. Просто так там не говорил ничего, а писал. Типа, объяснял, что Львумба это не ритм. Так что ещё раз уж скажу. Это не ритм. Львумба это была анимация ютубера Дов, которую он там в своей программе сделал. Не знаю, как она у него там называется. По-моему, Блендер. Это просто, я уже сказал, 3D-анимация, сделанная в программе Блендер. Ровно как и, например, Герад делает свои 2D-анимации в какой-то там программе. Не знаю, какая у него программа. Но, короче, через неё он делает свои анимации. И Дов тоже сделает анимацию, просто в другой программе. Это не ритм. Но у людей, видимо, не хватает мозгов, чтобы это понять. Дальше. Опять видео Львумба ритм. Но другое. Представляете, какой-то чмырь вздумал меня плагиатить. Он просто скачал моё видео Львумба ритм, обрезал дисклеймер и заставку, чтобы не спалиться, и на свой канал загрузил. Да, я сижу, блин, в ус не дую. И тут мне в ВК приходит сообщение от подписчика, мол, тебя копируют. Я перехожу по ссылке и обалдеваю. Реально копируют. Ну, я, разумеется, ему тут же подал страйк. Видео заблокировали. Ёшни. Но он, видимо, ни хрена не понял. И опять загрузил ролик. Я подумал, ну ладно. Кинул ему второй страйк. Думал, теперь он наконец-то успокоится, поймёт. Ага, сейчас, хрена с два. Третий раз загрузил. Прикиньте. Ой, дебил. Ну, короче, и третье видео точно так же скоропостижно удалилось. И, походу, его канал теперь уже заблокировали, потому что я перехожу на его канал. Просто в поиске он отображается. Но стоит мне на его канал зайти, так сразу пишут. Ничего не найдено. Значит, его канал всё-таки заблокировали. Ну, а чё, разумеется. Я ж ему три страйка за нарушение авторских прав отправил. А три страйка равно удаление канала. О, всё, теперь этот чубрик уже, надеюсь, плагиатить меня не будет. А если кто-то вздумает меня ещё плагиатить, то я сейчас, короче, разберусь со всеми своими проблемами с авторскими правами. Есть у меня тут некоторые на канале. И попрошу YouTube зарегистрировать меня в системе Content ID, чтобы автоматически всех вычисляли, кто там мои видосы копирует. А я потом смотрел. Вот такая вот фигулина. Ну, ладно, теперь, надеюсь, всё нормально будет. Да. Я, кстати, пока тут в отсутствии, в отъезде был, у меня очень много идей появилось о том, какие новые видео делать. У меня очень много идей. Серьёзно. Так что без видео вы, наверное, до Нового Года не останетесь. Это точно. А потому что куча идей, какие видео снимать. Но завтра, наверное, не будет новых видео, скорее всего, в понедельник. Потому что я сегодня только-только вернулся и уже едем опять на дачу. Ну, разумеется, мы на дачу уже не были давно, уже тоже соскучились. Ну, ладно, на этом всё. И до новых встреч.